Тот самый персонаж, который буквально 3-4 дня назад у меня не был прокачан, у которого не было вообще никакого слияния, стал у меня 50-го уровня и уже 3-го слияния. Кто это такой? Это Эрн Блэк, охотник за головами. В принципе, по превьюшке, я надеюсь, вы это поймёте, хотя я могу всё замаскировать, но не суть. Всем привет, ребят, вы на канале Стивен Геймс, а я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. Да, эти 3, даже чуть больше, 4, наверное, дня, да, уже 4, наверное, прошло, а нет, уже 5-й день, уже 5 дней прошло, и 5 дней я прокачивал Эрна Блэка, поэтому роликов, по сути, по игре Mortal Kombat не проходило, не выходило. Но в целом, давайте посмотрим на этого персонажа и, конечно же, на ту самую команду, которую я для него подобрал. Рекомендую покупать персонажей и игровую валюту только на сайте ProSeller.org. Ссылка в описании под этим роликом. И вот она та самая команда, это Эрн Блэк, охотник за головами, Рейден классический, Шаакан Завеватель. Давно хотел собрать команду из одних алмазок, и у меня, наконец-таки, это получилось сделать. При том, что Эрн Блэк, охотник за головами, здесь достаточно интересный и суперкрутой персонаж, скажем так. Что ж, перейдем давайте на Шаакана Завевателя и по-быстрому посмотрим на экипировку. Молот Днева, Таркатанское Кимоно, Бледная Татуировка и Шлем Шаакана. Все то же самое, что и о том видосе, когда я записывал о том самом четвертом спецприеме, который нам доступен. Точнее, не спецприеме, а четвертой полоске силы. Как раз-таки здесь она у меня есть, и мы попробуем кое-что сделать. Я не знаю, получится ли бы нет, но говорят, если Шаакана не выбирать в течение определенного количества времени, то у него становятся сразу же 4 полоски. Я не уверен на все 100%, что это так, но посмотрим. Что ж, Эрн Блэк, охотник за головами. Здесь у меня револьверы, не прокаченные до седьмого слияния, но при этом на спецприем 1 и спецприем 2 крит урон у нас есть. Маска Дромина поставлена ради того, чтобы накапливать чуточку. Больше очков, конечно же, за Войны Фракции. Связанный Демон, ну, сами понимаете, это сила, все дела. Амулет Шинока. Ну, амулет Шинока я поставил, в принципе, просто ради того, чтобы он был. Ну и, конечно же, хилил при спецприеме 2, если я не ошибаюсь. Давайте даже глянем. 25% вероятности приноса 50% очков урона в здоровье при выполнении спецприема 2. Именно. Именно так. Что ж, и последний персонаж, это у нас Рейден классический. Это тот самый пирс, который может как истощать, так и наносить нехилый урон, когда его выбираете. Ах, насчет истощения, кстати, вот не уверен. А вот насчет того, что здоровье отнимет, так это 40% здоровья и 66% силы. Нет, все-таки истощает, поэтому все нормально. Боевой нож 10-го слияния, шляпа ветров 7-го слияния. К сожалению, шляпа ветров, если не прокачана до 10-го слияния, она работает только, по сути, на рентген, поэтому... Ну, такое себе. Медлельон душ, дабы накапливалось быстрее силы. И тигровый глаз Кентара. Не знаю, зачем я его поставил вообще. В целом, эта экипровка просто была, и я такой, ну ладно, пусть будет. Именно вот как раз-таки насчет тигрового глаза, я не совсем уверен, нужна ли она этому персонажу. Но уже снимать не буду, пускай так и быть стоит. Я надеюсь, что поможет когда-нибудь. Соня Блейд, Холодная война, Скорпион, Спецназ и Дженни Кейдж, Охотник за головами. Достаточно жуткая команда, не знаю, как я с ней буду бороться, но попробуем. Я уверен, что эта команда будет тащить. Особенно, когда уж у вас есть Шаукан со спецприемом 2 в начале боя. Это круто. Ну да, как вы видите, истощение силы, которой и так нету. Что истощает, непонятно. А все потому что срабатывают таланты. Если кто-то задавался вопросом, срабатывают таланты, и в этом-то вся и плюшка. Далее мы выбираем, конечно же, Шаукана. Хватаем эту женщину, удар по голове достаточно жесткий. И наносим спецприемом 2. Удар далее. Блин, хотел выбрать сразу же спецприем 1. 1, но, как вы видите, не получилось. Да и он куда-то испарился у меня просто-напросто. Далее. Истощаем спецприем 1, наносим, чтобы снять щит. Ну и таким вот образом добиваем персонажа. Кстати, срабатывает потиху пассивная способность Аэрона Блэка, и это очень хорошо. Ну и спецприем 2. Давайте посмотрим, да, как вы видите, персонаж хилится. Благодаря экипировочке все работает на ура. Так, выбираем Шаукана. Ставим блок, потому что у него все равно костяной щит. И сделать, по сути-то, ничего нельзя. Далее наносим молот. Выбираем Рейдена и истощаем снова персонажа. Клево, клево. Очень клево. Работа персонажей здесь просто великолепнейшая. Баблгам пока использовать не буду, но спецприем 2 попробуем сейчас использовать и посмотреть, что из этого получится. Все персонажи покоцаны, все персы просто покоцаны, но самое главное нам сейчас избавиться вот от этого перса. Отлично, все. Теперь он защищать никого не будет. Давайте-ка выберем Аэрона Блэка. Ну и нанесем спецприем 2. Снова, наверное, будем хилиться. Я надеюсь. А нет. Да, хилимся, все нормально. Хилимся и добиваем еще одного персонажа. Остается только лишь одна Соня. Здесь, кстати, должна была быть быстрая смена на Рейдена, но реакция у меня не совсем клевая. Поэтому, как вы видите, пришлось немножечко подождать. Ну и давай свой великолепнейший баблгам используй. Хватаем. Ну, блин, призрак сработал. Ладно, так и быть. Хотя бы один раз, но у этой команды должен был сработать призрак. Хоть и Аэрона Блэка здесь покоцали, я пока что не знаю, сколько кто урона нанес. Поэтому будем смотреть дальше, как будут проходить у нас битвы. Пока что я могу только сказать одно, что в целом персонаж достаточно неплохой. Джейд Ассасин, Триборг, Саб-Зиро, Кунлао вообще не прокачаны. В целом два персонажа прокачаны аж до 10-го слияния 51-го левела. И один персонаж вообще не прокачанный. Вроде даже и не читер, а вроде и Жейд. Тот, кто ставит Джейд, уже в априори. Нет, на самом деле я шучу. Я сам иногда ставлю Джейд и не означает, что я читер. Так, отлично. Кстати, я не знаю даже, что я у нее здесь истощал. Но самое интересное, что здесь можно, мне кажется, сделать, Так это, я надеюсь, я надеюсь, это нанести до 40% как можно больше урона. В общем, до 40% как можно больше, до 40%. Логично сказано. Хватай его. Хотя, ладно, не хватай. Как получится, так получится. Ну все, щит снял. Отлично. Этого достаточно. Давай выберем сейчас вот этого персонажа. Отличный удар по голове. 20 тысяч урона. И набивай как можно больше. Хорош. Далее спецприем первый. Так. И, блин, вот здесь вот я хотел оглушить. Вот здесь я хотел оглушить. Но что-то не особо получилось. Блин. Я даже не знаю, что здесь делать. Ладно, давайте вызовем опять Рейдена. Будем добивать вот этими вот истощениями Джейд. Мне кажется, так даже будет в разы лучше, нежели чем пытаться накопить на ком-то X-Ray. Хотя я бы не против был бы, если бы у того же Эрна Блэка X-Ray появился. Да, и здесь я наношу урон по щиту. Но лучше делать так, нежели чем, блин, вообще ничего не делать и стоять ждать, пока щит исчезнет. Поэтому врубаем персонажа и вырубаем его достаточно быстро. Воу. Неплохо. Блин, Эрн Блэк только что, по сути, вынес, взял персонажа. Так, давай-ка выберем сейчас мы вот этого вот перса. И да, спасибо большое то, что ты не выбрался вовремя. Так. Хорош. И сейчас, возможно, даже мы оценим X-Ray Эрна Блэка. Давай, Эрн Блэк, наноси свой X-Ray. Красиво, красиво. Я даже не думал, что у меня получится X-Ray нанести. Но, Джейд, получай, ты сама хотела этого. Ты добивалась этого X-Ray. Поэтому победа 31 тысяча, по-моему, урона, если я не ошибаюсь. Не так уж и много, если честно. Но персонаж-то третьего слияния, десятого левела, чего хотели. Это вам не седьмое слияние и не десятое даже. Так, что ж. Не десятое, точнее, и не седьмое даже. В общем, ладно. Что ж. Три персонажа, все десятого слияния. Кроме Джонни Кейджа. Но при этом 50 левел. В общем, команда жесткая. Жесткая, жесткая команда. Не знаю, что делать. Не знаю, что буду делать. Но что-то точно буду делать. Блин, не знаю, что сказал. В общем, пробуем, пробуем. Давай, давай, давай. Отлично. Люкан, вся надежда на тебя. Ты можешь называть его как хочешь. Главное, что победа должна быть за нами. Хорош. Кстати, можно было бы ему спецприемы отключить с помощью Эрона Блэка. Но я думаю, что не стоит. Я хотел добить именно Люкана. Я не хотел Эрон Блэк по тебе наносить этот урон. Извини. Он адресовывался не тебе. Так, хорош. Ох, блин. И молот еще прилетел от Шаукана. Это просто комбо какое-то. Это нанесение урона от Рейдена, плюс молот Шаукана, плюс еще какие-то плюшки. Так, далее выбираем Эрона Блэк и наносим... Давай, 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 давай. 70 процентов. 70 процентов, но это не столь много. Плюс тут еще и максимум урона увеличен. Там, по-моему, на 18 процентов. Поэтому все плюсы, все плюсы, которые только должны быть у этого перса, они есть. Так, отлично. Давай, давай, давай. Ну, хорош. Вот так вот. Красиво. Красиво. Просто добиваем этих персов. Всех на изи этими алмазками. Этими клевыми алмазками, я бы сказал еще. Добавил. Дополнил. Так. Отлично. Выбираем Эрона. Ну, да, здесь блок. А у него блокбрейкера, по-моему, нет. У него нет блокбрейкера, поэтому здесь он просто, по сути, ничего не делает. Но зато мы выбираем Рейдена. И наносим истощение. Вот такое вот красивое истощение. И я думаю, что даже добиваем сейчас персонажа. Воу. Хорош. Давай-ка сейчас Баблгам. Отлично. Далее выбираем мы Шаокана. Удар. Молот. Хорош. И еще один молот. Удар. И еще один молот. Победа. Отлично. Вместе с Эроном Блэком мы справились с его пассивной способностью. Это круто. Это реально, ребят, круто. Конечно, ожидаешь от этих персонажей, возможно, большего. Но мне кажется, что пассивная способность Эрона Блэка, Шаокана, Рейден, пассивная способность этих персонажей, плюс, конечно же, их на урон. Это все сочетается, спецприемы точнее. Это все сочетается и очень хорошо сочетается. Люкан, Соня, Блэйд и Скорпион. Тоже достаточно такая команда жесткая. Четвертый бой. Ну, будем смотреть. Я не знаю. Может, даже сейчас я и не сумею победить. Но я постараюсь. Я в любом случае постараюсь это сделать. Так, что у нас тут? Ну, в первую очередь, истощение, мне кажется. Хотя, истощение, как вы видите, на Люкане не сработало. Воу. Блин, вот этого не ожидал, конечно. Так, ну давайте, наверное, нанесем сейчас Баблгам. Хотя, по возможности, я бы выбрал сейчас Шаокана. Нанес урон. Давай-ка. Сколько у тебя получится? Неплохо. И сразу же спецприем один. Так. Отлично. А, я и не оглушил даже. Блин, капец. Я вообще ничего не сделал. Я не оглушил персонажа. Я не стащил его. Вообще ничего. С Люканом, по сути, я не сделал. Это жестко. Так, ну и давайте спецприем первый, чтобы снять щит хотя бы. Так, отлично. А, блин. Вот тут, конечно, смена немного неправильная. Ммм, блин. Эрн, только не сливайся, только не сливайся. Хорошо. Потом, как получится, я нанесу спецприем первый тобой. Да, 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 да. Именно. А, выбрать того самого. Я могу, я могу. Фу, хорош. Истощение сработало. Красиво просто. Вовремя. Ребят, я скажу вам больше. Вовремя оно сработало. Так, ну, надеюсь, сейчас здоровье будет же устанавливаться. Да, будет. Все хорошо. В этом плане все отлично. Далее выбираем Рейдена. Хорош. Блин. Срабатывает, конечно же, призрак. Ну, без призрака сейчас никуда. Сливайся. Отлично. Отлично просто. Я не знаю, как мне так везет, но здесь мне реально повезло. Здесь мне реально повезло. Так. Блок. Избивайте самого сильного. Все правильно. Так, и два раза на спецприем. Второе кликаю, потому что первый раз, ну, хоть и нажимаешь, но он срабатывает еле-еле. И потом уже во второй раз. Отлично. И тут тоже призрак. Истощение. Ну, и давайте баблгам использовать. Я надеюсь, что к этому моменту призрак, он просто испарится у этой женщины. Хотя, хоть он и испарился, я не знаю, честно говоря, что делать. Когда, блин, восполняется здоровье, будет у этого скорпиона. Это просто что-то с чем-то. Добивай его. Блин. Не получилось. Давай, давай, давай. Хорош. И еще один удар. Блин, я надеюсь, добью его. Хорош. Хорош. Я не знаю, как это получилось сделать, но хорош. Команда просто шикарна. Все-таки Шоукан как-никак четвертое слияние, поэтому он тащит лучше, нежели чем Рейден и Эрон Блэк. Но все-таки команда справилась. 35 тысяч атак, не просто так Шоукан удана. Многие говорят, да, он медленный. Ну, блин. Какая разница, когда он так хорошо играет. Шоукан, Завоеватель, седьмое слияние, 50-й левел. Джейд, Ассасин, 50-й. Ой, и Китана День Мертвых с ее пассивной способностью. Блин. Опасно, опасно. Эрон Блэк, я тебя не хотел выбирать. Это опасно. Это серьезно опасно. Но, фу, будем пытаться. Сейчас будем пытаться. О, нет, у него еще и X-Ray накоплен. Жесть. Так. Нет, 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 нет. Ты должен, да. Ты должен, Шоукан, наносить по ней урон, а не она по тебе. Давай, давай, давай. Да, добивание когда-нибудь сработает. Хорош. Хорош, подходи. Отлично. И вот сейчас, наверное, то самое добивание будет. И они не смогут восстанавливаться. Красиво, красиво. Так, смотрите, у него сразу же X-Ray. Поэтому, Рейден, надежда вся на тебя. Все, X-Ray испарился. X-Ray испарился. Здесь я блок ставлю. Хотя, смотрите-ка. Ему все равно, мне кажется. Ему уже все равно. Ну, команда такая, изи. Главное, Китана День Мертвых слить. И потом всех остальных покоцать. Ну, если получится, конечно. Ой-ой-ой. Блин, исчезла Джейд. Я этого не планировал. Если что, такой урон я тоже не планировал получить по Шоукану. Хорош. Истощение. Так. Блин, Шоукан, накопи спецприем второй. Мы тогда 40% твоим уроном добьем ее. Я просто Эрона Блэка сейчас не хочу вызывать. Хотя, может быть, и нужно. Ах, блин. Он заблокировался. Ну, ладно. Я надеюсь, что... Добьет же. Ну, должен же. Добьет же. Да, добьет. Отлично. А вот и ты. Так, ладно. Остается лишь одна Джейд. Истощение. Ну, давайте спецприем второй попробуем. Я не знаю. Ну, не сработало, как вы видите. Эх, не повезло. Слили персонажа. А давайте спецприем первый. А вот спецприем первый у Эрона сработал. Но при этом у меня здоровье отняли. Но я зато спецприем отключил. Это получше, нежели чем, скажем так, она со спецприем своим первым. Который наносит, ну, просто громаднейший урон. Поэтому будем сейчас ждать, пока исчезнет призрак. И добивать персонажей. И мы это сделали. Мы это сделали. Таким образом. В целом, команда, ну, достаточно неплохая. Эрон Блэк, кочевник, просто, ну, я бы сказал, имба в своем роде. Можно любую, конечно же, команду подбирать к этим персонажам. Но, как вы видите, у меня получилось собрать вот такую вот команду. Цель 3 из 6. Неплохо. 30 тысяч. Уж сразу цель сезона накопил. В общем, вот такая вот команда. Эрон Блэк, Шоокана, Рейден классический. И сразу хотелось бы сказать, что команда офигительная. Далее, давайте посмотрим на статистику отряда. Здесь у нас, получается, больше всего урона нанес Рейден. Больше всего урона в первом бою нанес у нас Рейден. Во втором бою у нас больше всего урона нанес Шоокан. Но Эрон Блэк, он по большей части не танк. Он не танк. Он не должен, конечно же, наносить супер урон и защищать команду. Хотя обронять он должен. Возможно, он как таковым танком и является. Но Шоокан здесь, по большей части, конечно, больше всего урона будет наносить. Это понятно. Ну и давайте все посмотрим статистики. 175 тысяч. И здесь тоже Шоокан. Потому что сразу же после спецприема 2 он наносит спецприем 1. Если бы вся эта тема была, имеется в виду, экипировку другого любого алмазного персонажа, то, возможно, даже они бы и затащили. Здесь, как вы видите, Рейден даже получше Шоокана справился. В общем-то, как-то так. В целом, команда достаточно интересная. Либо Эрон помогает Шоокану и Рейдену, либо Рейден помогает Шоокану и Эрону, либо Шоокан помогает Эрону и Рейдену. Как-то так работает команда. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. За то, чтобы в скором времени вышел Покопенинг с наборами за 360, либо за 500 душ. Пишите, какой бы вы хотели увидеть больше набора за 360, либо за 500. Чем больше будет тех или иных, скажем так, комментариев, на те больше буду ссылаться. А, возможно, даже опрос в какой-нибудь сообществе устрою. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok